Привет дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Oblivion. Мы находимся в имперском городе. В последней серии здесь мы разобрались с определенного рода проблемой. Один из местных торговцев торговал довольно дешевыми вещами, что вызывало страшный и лютый бадхёрд у всех остальных торговцев этого города. Они попросили меня разобраться с этой ситуацией и в итоге я обнаружил, что поставляли товары этому товарищу в расхитителе гробниц, которые раскапывали у могилы и оттуда брали вещи. Это на мой взгляд довольно страшновато. Но в итоге я со всем этим разобрался и сейчас мне желательно найти бы какую-нибудь харчевню, где можно было переночевать и покушать. С утра мы зайдём, поговорим с Дженсин, которая всю эту бучу и завязала, и потом двинемся в Бруму. Так, купеческий трактир. Это то, что нам нужно. В Бруме всё плохо. Там открылся очевидный портал в Oblivion. Нам нужно им как-то помочь. Взгляни на мои товары. Наверняка тебя что-нибудь заинтересовало. Так, я просто испугался, подумал, что у меня денег нет, потому что я очень сильно потратился в последний раз. У меня есть... Грабёж, конечно. Ну ладно. Удачного тебе дня. Добрый вечер. Приветствую, друг мой. В трактире что-то народу довольно много. Хорошо, ну сейчас мы переночуем, покушаем крабовые палочки. Всё будет хорошо. Хорошо. Давненько мы не кушали. С редиской. Тарелку зачем взял? Картошка. Хорошо. Медовухи. С пивом. О, сейчас вертолёты просто будут. Представляю. Во. Так, ну. Это попьём. Грабовухи. У-у-у. В дым просто. Картошка. Кекс съем. Костную муку мы кушать не будем, пожалуй. Крабовое мясо. Оленина. Ледиску. Хорошо. Неплохо так отужинали после такой сложной работы. И теперь можно маленько подрыхнуть. Теперь он часиков 12 будет самое то. Потом уже идти в бой. Там вообще, я так чувствую, не обязательно будет заходить в Абривен. Хотя, скорее всего, нужно будет. Потому что сказали, что просто нужно показать, как закрываются эти врата. А дальше, мол, они там сами будут справляться. Это, на мой взгляд, довольно неплохо. Потому что постоянно лезть на Амбразуру не мой стиль. Тем более, ради жалких людишек. А не ради личной выгоды. Персонаж, что у нас? Попков всё-таки. Зачем ему такие подвиги? Так, хорошо. Кормушка. Вот. Дженсин. Вот этой. Может, ты меня ещё отблагодаришь. Ну, и кроме того, нам нужно продать очень много вещей. Я с нетерпением ожидала твоего возвращения. По вещам-то. Ой, что там оказалось. Ты не представляешь. У меня вызывает отвращение сама мысль о том, что творил этот Агамир. Надеюсь, теперь, когда всё кончено, эти бедные души упокоятся с миром. Ну, так-то да. Я рада, что Таранир решил пожертвовать свои товары церкви. По крайней мере, он пытается искупить свою вину. Взгляни на мои товары. Наверняка тебя что-нибудь заинтересует. Наверняка. Так, тут нам всё нужно. Это мы продаём. Это продаём. Это продаём. Хорошо, хоть маленький денег появится. Это больше, чем я плачу обычно. Я уж надеюсь. Так, кольцовые гиды. Нет, стальные перчатки. Ну, вполне неплохо, кстати говоря. Так, что ещё тут можно продать? Костную луку, скажем. Да и в принципе... Загадите, что нам пригодятся. Стрел я дам еще надо взять две мерзких. Так, сейчас все деньги уйдут опять. Я уважаю. Ты ничего не хочешь мне отдать? С хрена бы это. А что я ей должен отдать? А, жуткий список, точно. Я с нетерпением... Отлично. Эта лопата послужит подтверждением преступления Агамира. Вместе со списком она станет серьёзной уликой для городской стражи. В твоё отсутствие Теранир зашёл ко мне. Мы говорили о его роли в этом деле. Он сказал, что не знал об источнике товаров Агамира. Я верю ему. Он рассказал мне о своём намерении пожертвовать деньги и товары местному храму. Он также согласился покупать и продавать товары по справедливым ценам. И последнее, но не менее важное. Он официально вступил в наше общество. Я трону его честными намерениями. Он говорил об этом вообще. Взамен общество решило не принимать мер по отношению к нему. С него сняты все подозрения в причастности к этому преступлению. Я думаю, тебе не терпится услышать о твоём вознаграждении. Общество благодарит тебя за содействие. Пожалуйста, прими это золото. Ещё раз благодарю тебя от лица всех нас. С тобой приятно иметь дело. Давай, до свидания. Ну, в целом, неплохой был квест. Очень неплохой. Но теперь нам пора двигаться в Бруму. Брума не ждёт. Так, храмы от храма пешком. Потому что там нас кто-то по дороге встретить должен, по-моему. Так, а где же врата обливина? Я их не вижу. Как правило, к вратам, когда подходишь, это сразу замечаешь. Небо краснеет. Начинается гром, молнии. Сейчас пока ничего такого. Меч, конечно, такой, да? Короткий, но очень крутой. Жалко, я драться им не умею особо. Лук, кстати говоря, походу разряжу. Давайте сразу лук зарядим. Посильнее. Каким-нибудь большим камнем душ. Хорошо. Довольно быстро это кончается, всё, конечно. Но нормально. Ой, блин, как я обожаю этот город. Как я обожаю эту местность. Это просто Скайрим. Скайрим, он и есть Скайрим. Блин, это круто. Вообще, эта игра, она, я не знаю... Я не представляю, как это может надоесть вообще. Потому что, по сути, тут от человека зависит, да? От фантазии человека тут каждый находит, как себя и чем занять. Мне, как это говорят там, интроверт, мне одному никогда не скучно. И поэтому в таких играх я вот вообще просто... Самый цивис. Самое интересное всё происходит, когда в игре есть определённая свобода. Поэтому такие игры, сэндбоксовые, мне всегда очень нравились. Ливен крайне неплох. Вон они, смотри. И что-то как-то не сказать, что они особо эту местность взвратили. Что-то маловато вас, ребята. Вас бы побольше вычистить эту заразу к чёртовой матери. Рад тебя видеть. Мы подумали, коли у нас есть герой Квача, зачем нам самим пытаться найти способ делать то, что уже делали другие? Ишь, как устроился. Мы ждём твоей команды. Просто скажи, и мы последуем за тобой в эти адские врата. Меч крутой. Пойдём. Хорошо. Дай мне минутку. Мне нужно переговорить с моими людьми. Они все сейчас немного на взводе. Ну, толкни речь. Так, капюшон надену. Хоть чуть-чуть, пускай помогает. Хорошо, парни. Слушайте. Мы должны закрыть вон те врата. Никому не хочется туда лезть. Но это наша работа. И мы сделаем её. Если нам это не удастся, Брума превратится в дымящуюся груду щебня, как это уже произошло с Квачем. Но здесь это не повторится. По крайней мере, пока я капитан стражи. Бор, Сорен, вы пойдёте со мной. Не в мою смену. Остальные остаются снаружи и должны убивать всё, что вылезет из этих врат. Покажем этим ублюдкам, как делаются дела в Бруме. Мы с тобой, капитан. Пока всё идёт хорошо. Вон ещё один. Кто-то там выходит. Какая-то мелочи, по-моему. Таких мы уже очень много бывали. Блин. И летит почему-то в мини обязательно. Пакость. Какая же ты пакость. Давай, аруби их. Да, с поддержкой, конечно, это всё покруче. Всё, отлично. Сейчас мы им покажем козьи морды. Так, сейчас. Мои серебряные стрелы. Хорошо. Ещё одна. Блин, закупьте его неплохо, так дают. Пока всё идёт хорошо. Ну, очень хорошо. Ты посмотри, что на нас там идёт. Хорошо так на нас идёт. Хорошо. Хорошо идёт нас убивать. Давай покончимся. Так, давайте пинать его. Я ещё только размираюсь. Жалкий червяк. Что такое? Усталость. Как я ненавижу этих тварей. Блин, я с его попал, что ли? Короче, в этой суматохе я могу бить только кого-то левого. Я думаю, ребята скоро отъедут. Почему? На меня обрати внимание, пожалуйста. А, блин, эти... Сейчас ты упадёшь. О, бровью. Я говорю, что меня щипает? Ты, что ли? Они всё там за пауком гоняются. За паучихой. Блин, я думал, они его убили. А это новый пришёл. Давай, давай, давай. Давайте допинывайте. Вот, молодцы. Так, ну, как-то так. Вполне неплохо. Так, игра вылетела опять отлично. Так, ну и продолжаем. Игрушка у меня вылетела, и пришлось повторить этот бой. Ну, собственно, с этого мы пришли. В этот раз всё прошло немножко не так. В этот раз стражники погибли. Ну, что поделать. И теперь наша дорога вместе с нашим напарником. С этим стражником. Это ты? Привет. Каков наш план? Я думаю, жди здесь. Как пожилой. Так, а это... Нет, прямой дороги нет. С одной стороны, он мне только мешает. Я не хочу, чтобы его убивали при этом. Но с другой. Если я доберусь туда, парень. Я выдерну сидильный камень. Сидильный, говорю, сидильный. Мурата захлопнется, и ты останешься здесь. Понимаешь это? Ты бы лучше шёл в Бруму. Часто слово. Ну, я не хочу. Какой наш план? Всё, погнали. Я знаю, ты, конечно, так не сможешь, но... Делай, что можешь. Делай, что умеешь. Не будь, что будет. Осторожно. Давай, ломаю. Она пока на меня вроде отвлекается. Ну, ну. Вот, молодец. Хороший напарник, крутой. Так, у нас стрелы. Сердце у меня уже, я думаю, сердец хватит надолго. А это что-то меня не видит прям. Будь на чекусь. Блин, там ещё этот идёт. Давай, братюня, держись. Я успею его убить. Давай, давай, ломай его. Не останавливаемся, сразу за второго берёмся. Блин, а чего эта штука? Офигеть. Тихо, тихо, братюня. Нашего убили, похоже. Не смотри, живой. Фух, так, хорошо. Спокойно. Так, выдёргиваем зуб. Так, ну, я чувствую, это будет не самая близкая дорога, но наш герой, я думаю, нас поддержит. Не наш герой, а наш напарник. Герой, блин, наш. Как ляпнул. Злой какой-то парень. Да, иди козлой. Блин, эта штука ещё за спиной. Давай, ломай его, давай. Ай, твоя мать, давай. Так, хорошо, надо валить, надо валить быстрее, быстрее. Соли. Блин, вот эти пушки, конечно, серьёзно так нас подводят под монастырь. Но я думаю, ничего, прорвёмся. Можно было бы с помощью зелью лечиться, но я их оставлю на... на совсем плохие случаи. Пока что, давайте так. Чё у нас там есть. Хотя, в принципе, чё нет-то. Ну, ты неплохо держишься, бурт. Вон, ещё один. У-у-у-у, ледяной от ранах. Такого я ещё не видел. Блин, там ещё эта гадина, как и обычно. Осторожно. Скотина, посмотри, всё же нацепляет. А он делает самое главное. Он отвлекает её по большей части. Смотри, ненавижу пауков. Каков наш план, Са? Да нормально всё. Следуй за мной. Видишь? Чё-то ощущение, что мы далеко ещё не пришли. Так, хорошо, что в тебе. Морозный, соль, круто. Это, я думаю, более редкая вещь. Другой стороны, из-за неё со скрытостью плохо. У-у-у. Вот это вот серьёзная проблема. Хотя вдвоём, может быть, мы его размотаем и попроще. У-у-у, это совсем пакостно. Бург, помогай! Так, куда оно, блин? Так, хорошо. Ну, за эту штуку дает довольно много денег. Возьмём. Блин, весит, конечно. Потом выкинем просто, если что. Пока возьмём. Так, и вот мы подходим. Это круто. Да, твою дивизию. Кругом эти пушки стоят. И это тоже. У-у-у, там ещё одна, смотри. Или один, по ним не поймёшь. Всё, можно в бой. Блин, я нашёл сразу. Будь на чеху. Ох, это сколько. О-ой-ой. Уворачиваются постоянно, бегают боком, стрейфятся. Это что-то какие-то нехорошие, ребята, я так заметил. Совсем нехорошие. Минус один. Давай-давай-давай-давай-давай, бей его. Блин, без бурда я бы тут пропал. В одиночку это как-то неподъёмно выглядит. Товарищ какой-то непростой был, да? Ладно, не буду брать. Хотя нет, обычный. Кинувал просто какой-то. И тут все непростые. Чё там некачественный. Ага, это нам надо. Так, яд безмолвия на ритуал дракона. Окей. Ненавижу эти штуки. Так, ну и что, сейчас нужно будет сделать рывок, я так понимаю. Потому что... Если тут воевать, то мы тут опять засядем часов на десять. Если прорваться и убрать сигильный камень. Ну, если наш напарник, конечно, себя не убьёт ещё. Как вы видите, он очень умён. Чё надеял? Сейчас я подлечусь до конца. И пойдём. Может ему сказать, чтобы здесь ждал. Хотя, в принципе, пусть на него отлетаются. Ладно, может и хватит. Давайте попробуем. Как обычно, бежим вперёд, наверх. Пытаемся прыгать по порталам. Всё как... Как всё. Потому что драться со всем этим, это... Это да. За мной, молодца. Я думал, ты тут останешься. Осторожно. Всегда нет, интересно. Вау. Спокойно. Ломимся. Ну, там их занимает хотя бы маленько пока. Нет. Нельзя. Так. Сохранились. Хе-хе-хе. Ой, блядь. Я обожаю это дело. Поймал. Поймал. Так, хорошо. Побежали. Вот так это и делается. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Они посмотрят такие, окей, говорит, мы никогда не сможем это повторить. Блин. Тихо. Давай. Давай, 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 пошёл. Ох, хорошо. Почти дошли. Давай, давай. Да что он делает? Подожди мне как-то. Открыть это нужно. Я думаю, нужно было убить их, и у них тогда появился этот ключ. Но это не наш метод. Ох. Как это всё не вовремя, и как это рвёт повествование. Да, болеем. Особенно когда в терапиях всё это пытаешься сделать. Что же ждёт нас дальше? Мы с Бурдом добрались до сигильного, до сигильского камня. Теперь пора закрывать врата. Конечно. Надеюсь, за нами никто не гонится. Будь на чеку. А, гонится. Бежит. Ой, здрасте. А, пропусти. Там за нами целая делегация, человек, наверное, 30. Офигеть. Давай, порвём, порвём когти. Тихо. Умоляй, говорит. Ага. Да, блин, не застревай-то. Ну что ж ты делаешь? Ай-яй-яй-яй-яй. А. Я её схватил, но погиб. Сейчас у нас получится второго раза. Давай. Рывок. Погнали. А эта штука сама жизнь исполняет, оказывается. Ладно. Будем знать на следующий раз. Ох, офигеть. Это чем это меня так накрыло? Хочу. Давай. Давай. В этот раз позле, чем в предыдущей. Ненавижу Абревиан. Всё, что с ним связано. Отвалите от меня. Я хочу жить. Хе-хе-хе. Нет, это реально героинческий поступок. На таком уровне сюда лезть. Ну мы справились. Нормально. Мы с капитаном Бурдом закрыли врата. Надо спросить его, нуждается ли он ещё в какой-нибудь помощи. Конечно, с Бурдом. Ну хотя Бурд помог. Ты переоделся? Ты сделал это, капитан. Ты закрыл врата Абревиана. Мы уже не надеялись увидеть тебя живым. Поверь мне, это было совсем непросто. Но благодаря нашему другу, я теперь знаю, что мы можем закрывать эти адские врата. Мы можем защитить Бруму. Ты хочешь бросить мне вызов? Я так не думаю. Ты чё несёшь вообще? Дурак, что ли? Крайне признателен, сэр. Теперь я увидел, как это делается. Мы с моими гвардейцами сможем закрывать любые врата, что откроются рядом с Брумой. Представляю. Хорошо. Ну, в общем, как-то так. Я не знаю, как они будут точно так же ломиться. Но в итоге говорят, что у них всё получится. Вроде с этим разобрались. Давайте посмотрим, что же у нас дальше по сюжету. Ну, я думаю, в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok